Несколько часов до начала карантина выходного дня. После полуночи в Украине вступят в силу новые ограничения из-за стремительного роста количества инфицированных на COVID-19. Врачи предупреждают, что ситуация близко к критической. Как правительство предлагает бороться с пандемией, расскажет Артем Голуб. За последние сутки наибольшее количество инфицированных в столице – 1083. Среди антилидеров также Днепропетровская и Запорожская области. В каждой выявили более 700 больных. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если люди не начнут придерживаться санитарных правил, зимой больных станет намного больше. На данный момент в Украине есть более 51 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Половина из них уже занята. Это существенная нагрузка на систему здравоохранения, говорят медики. Морально работать достаточно сложно. Не хватает молодшего медичного персонала, не хватает среднего медичного персонала. У нас есть такие чергования, когда чергуют выключенные лекаря, выполняют работу и медсестеры, и санитарок. Насколько нас хватит, сложно сказать, но наши силы не безмежны, на жаль. Ситуация не критична, но она приближается к критичной. Чтобы избежать полного локдауна, правительство на три недели вводит карантин выходного дня. С нуля часов субботы и до понедельника запрещается работа ресторанов, кафе и баров. Они смогут продавать еду на вынос. Запрещена работа ТРЦ, дискотек, салонов красоты, магазинов промтоваров, в том числе и одежды. Не будут проводиться массовые мероприятия и в помещениях, и на улице. Останавливается работа спортклубов и бассейнов. Закрываются музеи, которые не могут ограничить количество посетителей из расчета один человек на 20 квадратных метров. Под новые ограничения подпадают также кинотеатры и театры. Залы должны быть заполнены не более чем наполовину. Карантин выходного дня позволит нам уменьшить количество инфицирований в течение недели, что потягнет за собой уменьшение количества госпитализаций и навантажения на систему охраны здоровья. Д позволит работать экономически и получать позитивный результат по переходу без жесткого локдауна, когда закрываются все сферы бизнеса. Меры Черкас, Львова, Тернополя, Ровно, Одесса, Николаева, Луцка, Краматорска, Славянска и Мукачева заявили, что в своих городах не собираются ужесточать карантин. Но правительство настаивает, другого выхода нет. Решение придется выполнять. У МИСКИЙ ГОЛІВ НЕМАЕ ПОВНОВАЖЕНЬ ДОЗВОЛЯТИ АБО ЗАБОРОНЯТИ ДІЮ РІШЕНЬ УРЯДУ НА ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМО ВЗЯТОЇ ТЕРИТОРІЛЬНОЙ ОДИНИЦІ. РЕШЕНЯ УРЯДУ ДІЮТЬ БЕЗУМОВНО И ПОДЛЯГАЮТ ВИКОНАННЮ ВСІМА СУБЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИ РОЗТОШОВУЮЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРА РЕРЕДЫ